А, ничего не поняли, потому что я вас глушанул, как роду, или потому что вам нужно собраться с мыслями, чтобы вопрос не задавали? А? Скорее, с мыслями, что мы не слышим большой вопрос. Ну, меньше. Да, что в разведку, нормально. А? А? В разведку как-то? Забавно попал в разведку. Я с женой поехал в гости к нашей подруге, с которой я вместе учился в 366-й школе. Она была замужем за выпускником университета. Посидели, пообщались. Но потом выяснилось, что этот выпускник работал в следственном управлении, в управлении комитета и городской области. Слово за словом. У них там конфиската много в следственном управлении. Он притащил какие-то там плей-бои и все остальное. Я интерес обращал мне про него. Он говорит, что не интересно, что ли? Мне натура живая более интересна. Мне картинки не интересуют. Ну и все. Вот один разговор произошел. И буквально через месяца три на меня вышел кадровик управления с предложением рассмотреть вопрос о том, чтобы пойти на работу в комитет государственной безопасности Советского Союза. Я очень переживал, честно вам скажу. Я в тот период времени один раз в жизни узнал, где сердце находится. Своими размышлениями довел себя до колик каких-то невротических. Но зато потом, уходя из дома, жене сказал, у нас ехало пять человек и это был, оказался один из самых лучших выпусков. Выше школы передвигаясь. Потом был в седу. Я жене сказал, значит, я подписался на то, что я должна работать. Вот я сейчас иду в поезд, зайду в КУП, посмотрю на людей, которые со мной ездят, поговорю. И если мне что-то не понравится, никакими силами меня это все не будет. Я сел в этот поезд и 22 с половиной календарных года, а с учетом льгот, это было больше 25-26 лет получилось. Я в этом поезде отработал. Так я там оказался. Так, еще вопрос есть? У меня к вам вопрос есть. Вот, ну ладно там, ребята, которые занимаются системой вооружения, я с ними все понял. Но здесь же присутствуют и люди, которые изучают современное управление. Значит, хочу задать вам вопрос. Вот представьте себе, что вы являетесь руководителем крупной организации. Очень крупной организации. Миллион 200 человек под вашим руководством. У вас нет шансов даже в глаза каждому из них посмотреть. Что бы вы сделали для того, чтобы эта огромная махина беспрекословно выполняла ваше решение? Ну, решение которое-то. Ирекция директоров принимает, конечно. Ваши решения. Давай, кто смелый. Вот что бы первое нужно было сделать? Команду, которая бы, собственно, тебе подчинялась и переверял. А команду на каких основах нужно формировать? На основах внутреннего сотрудничества. То есть люди, с которыми ты все начинал, с которыми ты двигался к цели. Ну, это команда. Но команду вы собираете не из тех, с кем ходили в детский садик. Поэтому это люди, по большому счету, не очень знакомые. Вы же выбираете профессионалов, правильно? Я согласен, что необходимо создать в дальнейшем, чтобы команда, условие, чтобы команда работала как единое целое. Но на каких основах вы это сделаете? На чем? На основах взаимопонимания и уважения. Так. Может быть, общая идея? Кто сказал общую идею? Вы знаете, я не проводил ни одного совещания. По-моему, у меня в жизни было только, может быть, одно, один случай. Когда я собрал совещание, и я не знал, к чему мы придем. Собирая совещание, я уже точно знал, чего я хочу достигнуть. Это не означало, что обязательно вот это будет достигнуть. Но это означало, что вот та самая команда, которая у меня была, она меня готовила таким образом, что у меня не было сомнений в том, что в дискуссии с членами совета директоров я должен отстаивать именно эту позицию. А в общение с коллективы, а у нас были планерки, значит, раз в месяц мы проводили планерку по всей сети. По всей сети. У меня не было никогда никаких сомнений, с чем выходить к людям. Один раз у нас было то, что я не знал, как преодолеть. Вы помните кризис седьмого года, восьмого года? И в девятом году у меня коллективный нагород, по которому я должен поднимать заработную плату всем работникам в соответствии с инфляцией. А денег нет. Вот нет. А по закону должен. На меня в суд могут подать, если я этого не сделаю. Я пришел к профсоюзному лидеру, хороший, нормальный человек. Верк, слушай, вот такая ситуация, я тебя прошу поддержать, чтобы мы затормознули. Хотя бы на год, значит, выполнение этого пункта коллективного договора. Ой, Владимир Владимирович, этого сделать нельзя. Меня как облака порвут. Мне пришлось через голову профсоюза собрать общее собрание коллективов. По определенной пропорции собрали людей со всей сети. Из всех подразделений. И вот точно так же, только был коллектив, там 400 человек. Я вышел и честно им сказал, в каком состоянии находится компания. И говорю, что вариантов нет. Если вы меня не поддержите, то я все равно не буду этого делать. Но тогда, вполне возможно, по мне, вас возбудят уголовное дело, с возникающим проследствием. Будете иметь другого президента. Но если вы поддержите меня, я вам гарантирую, что в следующем году из каждого рубля прибыли 50 копеек я направлю на то, чтобы компенсировать наш долг. Ох, ругали! Потом вышел такой матерый локомотивщик. Значит, сначала высказал все, что он думает по поводу управления компанией. Потом повернулся ко мне и говорит, Владимир Владимирович, вы гарантируете, что в следующем году вы отдадите долги? Я говорю, я гарантирую, если вы будете нормально работать, и мы получим прибыль, что из этого минимум 50% мы отправлены на эти пары. Он поворачивается к людям и говорит, знаешь что, я предлагаю поддержать. И они поддержали меня. Это вот вопрос о том, что такое коллектив, как их управлять, и какие цели фаргировать для того, чтобы я буду поддерживать. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ